Это единый научно-проектный комплекс бизнес-сегмента геологоразведки и добычи Пауэлл, который был учрежден в 2009 году и который является стопроцентной дочерней структурой группы. Наша компания в связи с тем, что она занимается научными разработками, естественно же сотрудничает с ключевыми профильными вузами страны, что позволяет нашей компании организовывать совместные научные исследования и разработки. И основным партнером нашим является Российский государственный университет нефти и газа. И собственно сегодня я хочу рассказать о двух кафедрах, которые открыты были 11 лет назад на базе Пауэлл инжиниринг. Это кафедра моделирования физико-технологических процессов разработки месторождений. На кафедре моделирования программы моделирования физико-технологических процессов разработки нефтегазовых месторождений продолжительность обучения 2 года. Руководителем магистрской программы является генеральный директор нашей компании, компанией Пауэлл инжиниринг Владимир Водкин. И в общем-то вы видите, что предлагает нашим магистрантам наша компания после защиты магистрских диссертаций, после окончания курса. Это официальное трудоустройство фактически с первого курса, это доступ к уникальным программным продуктам по моделированию, участие в мероприятиях всероссийского и международного уровня, решение реальных производственных задач, оплачиваемые производственные практики и поддержка лучших студентов благотворительным фондом Лукоилу. Здесь небольшая статистика, сколько человек у нас получили дипломы по этому направлению, по направлению нефтегазовое дело с момента создания кафедры. В общем-то все тут представлено, представлены наши выпускники на фото, можно их увидеть. И около 70% выпускников кафедры работают в группе организации Пауэлл. Как я уже сказала, заведующий кафедрой генеральный директор Лукоил Инжиниринг Паеводкин Вадим Леонидович. На кафедре 7 преподавателей, 20 научных консультантов и 30 сотрудников Лукоил Инжиниринг, которые привлекаются к чтению лекций и проведению семинаров. И в общем-то 30 наших магистрантов, они распределены по службам замов генерального директора. То есть это научная работа в области геологии, научная работа в области разработки месторождений, зарубежные проекты, технологии добычи нефтегаза и строительства скважин, сервисная поддержка активных проектов. Ну и здесь опять же небольшая статистика, сколько у нас было магистрантов, сколько принято было и сколько в общем-то переведено на постоянные должности в Лукоил Инжиниринг. По поводу поступления в магистратуру, я думаю, что всю информацию можно найти на сайте РБУ «Нефтегаза», а также связаться еще с Екатериной Андреевной Сокольниковой. Вы видите официальный сайт Буткинского университета и почту Екатерины Андреевны, которая является заместителем заведующего кафедры и она ответит на все интересующие ваши вопросы. Вторая наша кафедра – это кафедра инновационного менеджмента. На кафедре инновационного менеджмента у нас две программы. Это инновационные технологии в управлении производственными отношениями человеческим капиталом нефтегазовой компании, форма обучения на этой программе очно-заочная, вечерняя, и программа управления инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой промышленности, форма обучения очная. Руководителем очной программы является Римма Владимировна Андронова, доктор экономических наук, профессор и начальник отдела взаимодействия с научными образовательными организациями «Лукоэл Инжиниринг». Опять же, по поводу поступления на эти программы, всю информацию можно найти на сайте Губкинского университета, а также можно обратиться непосредственно в наш отдел «Лукоэл Инжиниринга», и, в общем-то, мы ответим на все ваши вопросы. У меня небольшая презентация исключительно по двум кафедрам, на которые мы проводим набор. Набор у нас даты вступительных испытаний 1 июля, 11 июля и 22 июля 2022 года. Мы будем рады всех видеть в нашей компании и на наших кафедрах. И с удовольствием ответим на все ваши вопросы. И я могу еще в общий чат прислать ссылку на буклет о наших кафедрах. Раз я ее отправила, вы можете посмотреть подробную информацию. У меня все. Наталья, спасибо вам большое за презентацию. У нас еще очень много времени для вопросов, поэтому, уважаемые участники, задавайте вопросы в общий чат. Екатерина Андреевна у нас среди слушателей, поэтому я думаю, что она с удовольствием ответит на все интересующие вас вопросы. Пока вопросов нет, да? Да, может быть, нам еще стоит подождать минуту две. Давайте подождем. Да, если вопросы не появятся, то я думаю, что участники смогут их направить на почту. О, появился вопрос. Каким образом оцениваются результаты собеседований? Имеется ли какая-либо схема системы или, на взгляд, преподавателя? Ну, я думаю, что, скорее всего, да. Естественно, это нормальный процесс. Фактически с первого семестра у нас происходит трудоустройство в зависимости от магистранта. Некоторые трудоустраиваются с первого семестра. Вот Екатерина Андреевна, кстати, к нам подключилась. Я тогда выключусь. Екатерина Андреевна, я вам с удовольствием предоставлю слово. Да, уважаемые коллеги, добрый день. Спасибо большое, Наталья, за презентацию наших программ. Соответственно, по поводу, давайте, приемной кампании, да. С 20 июня по 20 июля идет прием документов. Даты вступительных испытаний на бюджетную форму обучения перед вами представлены. Собеседование проходит в дистанционном формате. То есть у нас сидит комиссия в Губкинском университете. Она в среднем состоит из пяти человек. Вы подключаетесь онлайн и по вопросам, которые размещены на сайте, оцениваются ваши ответы. Оцениваются они по стабальной шкале, плюс есть еще критерии дополнительных баллов. Допустим, если вы окончили обучение в бакалавриате на красный диплом, то за это предусмотрены дополнительные баллы. Если участвовали во Всероссийской конференции международной, нефтегаз, за это баллы. Соответственно, есть ранжирование, которое потом уже идет в общую сумму баллов, да. И вы можете претендовать как на бюджетную форму обучения на нашей программе, на направлении подготовки достаточно много бюджетных мест, так и на коммерческую, если не пройдете на бюджетную форму обучения. Единственное, в отличие от школтеха, да, если вы учились на специалитете, то на бюджетную форму обучения вы в магистратуру пойти не можете, только коммерческий набор. Если вы бакалавриате на любой программе, то на общих основаниях вы можете поступать на бюджетную форму обучения. Трудоустройство наших студентов с первого семестра, с первого курса обеспечивается в связи с тем, что вы с первого курса работаете с данными, которые представляют в том числе коммерческую тайну компании «Лукойл». Да, вы подписываете соглашение, не разглашение, а коммерческая тайна. Единственное, не на полную ставку вы, конечно, трудоустраиваете. За вами закрепляются научные консультанты и руководители, и вы с ними на протяжении двух лет работаете как по производственным задачам, так и по своим научным задачам в рамках написания магистрской диссертации. Сколько стоит обучение? Прискуран также размещен на сайте губкин.ру. На сегодняшний момент 361 тысячу в год стоит обучение в магистратуре. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, то есть в отделах студенты числятся как полноценный сотрудник, каждый может делать задачи. Да, безусловно, с первого курса студенты являются полноправными сотрудниками. Что это значит? Это значит, что вы вовлечены как в производственные задачи, так и имеете все возможности в рамках внерабочей жизни. То есть вы можете вступить в профсоюз, участвовать в мероприятиях. Более того, у нас студенты после первого курса в обязательном порядке проходят производственные практики в регионах присутствия Лукойл. Эти практики, благодаря отделу кадров, они оплачиваемы. То есть сейчас вот наши первокурсники, кто в Перми, кто в Тюмени, кто в Самаре, работают полноценно весь месяц на полной ставке. Когда же вы учитесь, вы не работаете на полной ставке, потому что вы студенты очной формы обучения. Также вы устраиваетесь на долю ставки для того, чтобы иметь доступы ко всем и программным продуктам, и данным у кол инжиниринга. Сколько бюджетных мест по данным программам? У нас программа называется «Моделирование физикотехнологических процессов». 44-й ее номер. Однако вы поступаете не на программу. Вы поступаете на направление подготовки. Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» на факультете разработки нефтяных и газовых месторождений. Когда заполняете заявку на сайте ЛК Губкин.ру и регистрируетесь, то в приоритете обязательно указывайте программу. Допустим, если вы выбираете нашу программу, то по первому приоритету должна идти программа 44. Всего вы можете выбрать до трех программ в рамках одного направления подготовки. Соответственно, направление подготовки не на программе. На программе у нас 15 мест. Больше 15 магистрантов мы не берем. Это уже традиция. Соответственно, по баллам, кто будет первые 15 людей, которые прошли по списку, попадают на нашу программу. Однако на направлении подготовки, именно на факультете, там же есть другие еще программы, бюджетных мест, там, я боюсь соврать, но 150 с лишним, 158, по-моему. Вот, в нашей программе 15 мест. Если вопросы у вас какие-то по ходу будут возникать, то, опять же, на сайте Губкин.ру есть в разделе обучения факультеты и кафедры, есть страничка нашей кафедры, там есть мои контакты, я с удовольствием отвечу на все вопросы. Еще можете успеть зарегистрироваться и записаться на вступительные испытания в Губкинском университете. Будем вас рады видеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!